Всем привет! Меня зовут Валерия Рене, я художник, анималист, работаю в смешанной технике, преимущественно с акварелью. И сегодня я хочу вам рассказать свой принцип подхода к тому, как я заполняю пространство листа и в какие моменты я оставляю бумагу недописанной, то есть пустые участки, а когда я заполняю лист полностью. И преимущественно мы с вами рассмотрим работы из морской тематики, потому что это видео создано в рамках подготовки к курсу «Большой морской», на котором я буду делиться своими знаниями о том, как я создаю свои морские миры. Итак, вот здесь у нас в развороте, в скетчбуке мы можем увидеть как раз два примера того, как решено пространство. Если здесь у нас лист заполнен абсолютно полностью, зарисован от краешка до краешка, ну конечно оставлены белые поля, но они не в счет, то здесь с этой стороны наши чайки летают в небе и при этом само небо вдруг немножко обрывается. Так вот, как понять, в какой момент лучше сделать какую-то недосказанность и не дозаписать до краев, а когда лучше заполнить полностью? Ну сначала скажу, что наверное основной принцип, которому я прибегаю в этих выборах, это то, насколько детально и подробно я хочу прописать всю картину вообще в принципе. То есть, если у меня есть задача и мне хочется заполнить лист максимально, максимально его прорисовать, максимально добавить каких-то интересных и реалистичных деталей, тогда с большей долей вероятности я буду прописывать все от края до края. Если мне хочется в работе создать некоторую динамику и живость, то есть, показать движение, показать направление или оставить такое художественное, как раз вот этот прием художественный, да, чтобы такую недосказанность проявить и само окружение, пространство оборвать и дать возможность зрителю, который смотрит на работу, допридумать, доформировать то, что там не дописал художник, тогда я с большой долей вероятности буду как раз не заполнять какую-то часть листа. Но давайте сейчас посмотрим по работам. Есть у меня такой замечательный кролик, конечно не морская тема, но он очень хорошо показывает то, как можно работать с листом и как можно часть зарисовать, да, заполнить рисунком, цветом, тоном и как остальную часть можно оставить нетронутой. При этом очень важно, чтобы соотношение частей, ну желательно, было разным, чтобы какая-то часть была больше зарисована, какая-то меньше или наоборот, тогда это смотрится более органично. Вот пример того, как на небольшом формате заполняется полностью весь лист. И здесь мне хотелось как раз прописать более детально рыбок, отражение воды, тени, которые падают на дно сквозь толщу воды. И все это помогло мне как раз заполнить лист. И если бы здесь я оставила какую-то недосказанность, например, в этом месте, было бы немножко странно, потому что тогда бы черепаха в какую-то пустоту смотрела. Если бы с этой стороны я оставила пустое место, соответственно, не было бы такой прекрасной тени. И та задача, которую я хотела выполнить, она не смогла бы выполниться. Что касается этой работы, здесь мы видим, во-первых, опять же, определенный художественный прием для того, чтобы показать камни. Соответственно, я просто передний план не записываю и немножко намечаю теневую часть камней. А что касается неба, то здесь мне очень хотелось внести некоторую динамику. И так как цвет легкий, прозрачный, светлый, соответственно, вот эти мазки, нанесенные широким флейцем, они задают нам направление, но при этом не перегружают работу, потому что сам тон очень нежный, светлый. То есть небо не давит на все окружение. Что касается этой работы, мы видим, что здесь она заполнена полностью, да, все прорисовано до самых границ. А верхушка частично прерывается, то есть где-то я не закрываю лист. И я это делаю, конечно, намеренно для того, чтобы была определенная, опять же, некоторая динамика. Так как, в принципе, сама история здесь достаточно спокойная, то вот такие дополнительные мазки динамичные, они очень классно оживляют саму композицию. Ну и, конечно, очень важно помнить о том, что белое пространство, которое мы оставляем нетронутым, оно также участвует в формировании всей композиции листа. И очень важно, насколько большим или маленьким мы оставляем это пространство, где мы его размещаем и каким образом, какой формы оно у нас получается. То есть с этими моментами очень важно наблюдать. Здесь мы можем видеть, что практически весь лист записан, но есть некоторая часть сзади, вот такие вот мазки, брызги, которые уходят на задний план и как раз являются продолжением этих волн. То есть вот оно, красивое, динамичное движение. Конечно, это создано для того, чтобы подчеркнуть вот эту мощь, силу кита, с которой он выскочил из воды, показался на поверхности. Мощные животные, очень сильные создания. Горбатого кита я видела вживую, поэтому с уверенностью могу сказать, что это невероятные животные. И то, как он очень красиво, очень грациозно, но при этом мощно выходит из воды, мне хотелось это подчеркнуть дополнительно вот этими движениями, мазками с помощью морской пены, с помощью здесь мазков, которые тоже широкой кистью наносились. И это как раз усиливает вот это впечатление. И, соответственно, полностью закрашивать здесь нет необходимости, потому что как раз это подчеркивание идет. Что касается этой работы, здесь, как мы видим, лишь часть не заполнена. И это сделано для того, чтобы создать ощущение волны. Это Охотское море, написанное по впечатлению, по воспоминаниям из путешествия. И когда мы на катере перемещались от одной бухты к другой, как раз наблюдала очень красивую, очень спокойную, ровную водную гладь в такой легкой-легкой дымке, в легком тумане, сквозь который слегка виднелось белое солнце. Это было безумно красиво. И как раз вот эти блики тоже светлые, бледные, но вот эта холодная вода, еле заметные волны. И как раз эти горизонтальные ровные линии и нетронутые белые участки отлично подчеркивают состояние воды. Поэтому здесь, конечно, намеренно для того, чтобы это состояние передать, частично бумага не закрывается. Ну и последний пример. Эта работа написана тоже по впечатлениям, по, опять же, путешествию в Охотское море. Это гренландский кит, их я тоже видела вживую. И мне хотелось здесь как раз прописать полностью, целиком, детально все животное. И если бы я здесь оставляла какие-то участки недописанные, то вот эта лишняя такая динамика, лишнее движение какое-то и дополнительный художественный эффект, они бы скорее эту работу перегружали, чем делали бы ее интереснее. Поэтому здесь в данном случае наоборот. Мне хотелось все полностью записать до самых краев, сделать красивые плавные переливы, переходы между волнами и детально прописать само животное. То есть, как мы можем с вами сделать вывод? В принципе, все зависит от нашего впечатления. Мы как художники, как авторы, если хотим нарисовать что-то интересное, то в первую очередь мы задаемся вопросом, как я наилучшим образом могу это нарисовать. И тогда уже задаемся вторым вопросом, какими способами, какими приемами, техниками мы можем вот этого результата достичь. И вот такое неполное заполнение листа это тоже один из приемов.